Делегация Республики Западная Армения Церкви видоизменны, могилы разрушены. Отчет ли Фигаро о культурном уничтожении Баку в Арцахе? Проведение КОП-29 в такой стране, как Баку, само по себе является трагическим явлением. Армянка Мария Гаврилян избрана депутатом парламента Сирии. Мы критикуем безнадежные попытки властей Баку казаться якобы прозрачными и демократичными в всеармянский союз. Известная греческая певица отказалась выступать в Измире под портретом Ататюрка. Прибывший в Ереван президент Республики Западной Армения Лития Маркосян, председатель Национального совета Армянак Абрамян, председатель Национального собрания Нелли Арутюнян и депутаты парламента посетили символический мемориальный комплекс «Мать Армения», увековечивающий память армянских героев, участвовавших в военных действиях всех времен. Делегация отдала дань уважения героям, вспомнив национально-освободительные движения, героические сражения в Арцахе, в которых непосредственное участие принимал первый президент Республики Западной Армения Армянак Абрамян. Вечная слава героям-мученикам всех времен. В Ереванском офисе Республика Западная Армения состоялась торжественная церемония открытия Офиса Национального собрания Республики Западной Армения. Открытие сделали президент Республики Западной Армения Лития Маркосян и председатель парламента Нелли Арутюнян. «Для меня большая честь присутствовать в столь важный день здесь, вместе с вами», отметила президент Лития Маркосян. На церемонии открытия также присутствовали председатель Национального совета Республики Западной Армения Армянак Абрамян, вице-премьер Арман Акупян, депутаты парламента. Тысячелетнее наследие Арцаха находится под угрозой. В отчете, опубликованном на основе спутников в снимках, подробно описывается исчезновение и уничтожение памятников армянского наследия в регионе, перешедших под контроль Азербайджана в сентябре 2023 года. Это не только страх перед 100 тысячами армянами, насильственными перемещенными с родной земли после военной операции Азербайджана в сентябре 2023 года, но и вывод, сделанный Европейским центром права и справедливости. С отчетом ознакомилась Международная христианская неправительственная организация газеты «Фигаро», подробно описывая осуществляемое в регионе культурное уничтожение, находящееся в настоящее время под контролем Баку. Церкви и кладбище разрушены, кресты снесены. Эта наглая и разрушительная политика использует уничтожение и ревизионизм для уничтожения наследия армян Арцаха. В Арцахском регионе, который с древних времен был заселен армянами, является спорным регионом между Арменией и Баку. После распада Советского Союза там насчитывается около 500 культурных объектов, где хранится около 6000 реликвий армянского наследия. В результате 44-дневной войны 2020 года почти 70% территории Арцаха оказалось под контролем Баку. После оккупации всей территории Арцаха в сентябре 2023 года Баку последовательно отказывал въезд иностранных наблюдателей в культурные объекты, несмотря на многочисленные просьбы восточной Армении и международных организаций. Таким образом, с помощью собранных исследователями и организациями спутниковых снимков Европейский Центр прав и справедливости смог провести точную инвентаризацию разрушенных церквей, пропавших статуй и разрушенных кладбищ. Продолжение следует. Правозащитные организации Германии потребовали от правительства и делегации КОП-29 мешаться и призвать правительству Баку до проведения конференции немедленно освободить всех армянских политзаключенных, находящихся в Баку, положив конец геноцидальной диктатуре Алиева. Об этом со ссылкой на немецкую ежедневную газету сообщает ежедневная газета АСК. Газета также коснулась продолжающихся угроз в адрес Восточной Армении. Отмечается, что угроза, направленная против Армении, является реальной угрозой. Школьников Баку учат бороться с врагами, варварами и террористами армянского происхождения. Проведение такого важного конгресса, посвященного изменению климата в такой стране, как Баку, само по себе является трагическим явлением. Германия имеет такую возможность и несет историческую ответственность, как страна, причастная геноциду в отношении армян. Журналист ежедневной газеты Еркан Пехлеван также дал интервью депутатам от двух партий коалиционного правительства Бундестага. Социал-демократ Френд Швапе, отвечая на вопрос журналиста, отметил, «Количественный рост является крайне драматичным, поскольку в прошлом году число политических заключенных внутри страны увеличило в четыре раза и превысило 300 человек. Это одна из причин, по которой азербайджанским делегатам было запрещено участвовать в парламентской ассамблее Совета Европы. Макс Лукс из партии «зеленых» потребовал от правительства принять более строгие меры. Мы обязаны открыто говорить с Баку и не молчать ради сохранения нашего нового энергетического сотрудничества. «Я говорю это потому, что вижу, как азербайджан держит армян под стражей просто потому, что мы зачастую были слишком слабы в прошлом». Это карт-планш для каждого режима, который считает свободу угрозой о оказании давления решением своих различных вопросов, отметил Лукс. Высший судебный комитет по парламентским выборам в Сирии объявил имена 250 избранных депутатов парламента. Депутатом была избрана единый кандидат от армянской нации Мария Ману Габриэлян. Она единственный армянский депутат, избранная в результате выборов в законодательную сессию 4-й парламентской сессии Сирии. По данным ТАСС явка на парламентских выборах составила 38,16%. Правящий национальный фронт Сирии, возглавляемый партией арабского социалистического возрождения, сохранил большинство мест в парламенте, 184 места, в то время как независимые депутаты получили 66 мест. После проведения внеочередных президентских выборов Центральный избирательный комитет Баку и сейчас перешел к легализации внеочередных парламентских выборов и дополнительной легимитации правящего режима. Однако в этом явно инсценированном процессе председатель Центрального избирательного комитета Баку Панахов сделал ряд нелепых заявлений, которые также далеки от реальности, как и Баку от демократии. Об этом пишет всеармянский союз Гарнет Ширван Нахадживан. Панахов, говоря о якобы прозрачности выборов, похоже, забывает, что в отчете правозащитной организации Freedom House за 2023 год уже зафиксировано, что внеочередные президентские выборы или предшествующие им формирование государственных органов не были проведены путем свободных и справедливых выборов. Баку – единственное государство, где СМИ не регистрируются за наблюдением выборов. Но Панахов вновь забывает, что тот же Freedom House обнулил свободу прессы в их стране. Следовательно, зачем регистрировать СМИ, если ни одно из них не зафиксирует никаких нарушений на выборах, а те СМИ, которые могли бы зафиксировать, давно закрыты. Журналисты арестованы и депортированы, подчеркивает Армянский союз. Баку подчеркнули, что для наблюдения за выборами приедут делегации со всех континентов. Армянский союз также отмечает. Нетрудно напомнить председателю Центрального избирательного комитета Баку, что во время предыдущих президентских выборов Баку даже не направлял приглашение на наблюдение в ПАСЕ, в том числе из-за чего азербайджанская парламентская делегация была исключена из ПАСЕ на год. Следовательно, вероятная высокая представленность наблюдателей является показателем не высшей политической воли, прозрачности и демократичности, а элементарной дешевой попыткой не пристать в глазах международного сообщества в мрачной реальности. Говоря об избирательных участках в Арцахе, Панахов, похоже, снова забывает, что они были созданы в населенных пунктах, где в условиях гуманитарной катастрофы армянское население подверглось этнической чистке. Может ли Панахов ответить на вопрос, почему Баку не готов обеспечить радикальный пересмотр прав армянского населения в условиях радикальных международных гарантий? Всеармянский союз Гарна Ширванна Хадживан строго осуждает безнадежные попытки бакинских властей казаться прозрачными и демократичными, рассматривая их как средство сокрытия преступлений против человечности и обхода ответственности за них. Известная греческая певица Деспина Ванди отменила свое выступление на концерте образовательного фонда Турции. Как сообщает грек-репортер, узнав, что на сцене развернут плакат с портретом Кемаля, певица приняла это решение. Концерт прошел в городе Чешма, провинции Измир. На аккаунте в Инстаграм Ванди объяснила свое решение не выходить на сцену. Со всем уважением к публике, которая почтила свое присутствие в моем выступлении, заявляю, мое участие в концерте невозможно исключительно по вине образовательного фонда Турции. Фонд в одностороннем порядке и без каких-либо предупреждений решил исказить суть концерта, придав ему политический оценок. Глава администрации Чемши Лал Денизли, пытаясь выйти из ситуации, призвав публику не тратить силы на то, чтобы освистать поступок певицы, добавив, турецкий народ отдал много жизней, чтобы завивать эту землю. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра!